Несмотря на морозную погоду и сильный ветер, у мемориала защитникам советского заполярья собрались юные армейцы, руководители силовых ведомств, представители власти, северяне. Память о героях, защищавших национальные интересы в разные годы, подвиги солдат и офицеров, отдавших свои жизни за нашу Родину, дают нам веру в будущее. Участники митинга почтили память погибших героев минуты молчания. По традиции возложили цветы к вечному огню. В этом году героями России стали 15 военнослужащих Северного флота, 8 из них посмертно. Я хочу в этот день еще раз поздравить всех, всех наших героев Отечества, всех героев Российской Федерации, Советского Союза, те, кто еще с нами, и пожелать всем здоровья и удачи, потому что мы гордимся подвигом наших героев. Это пример для всех поколений. Митинг приурочен ко Дню Героев Отечества. Появился он в 1769 году, когда была учреждена высшая военная российская награда – Орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы, проявившие особую доблесть в боях. С 1807 года появился знак отличия для награждения солдат и матросов. После 1917 года награду и праздник отменили и вернули лишь в 2007 году. В этот день чествует Героев Советского Союза и России, кавалеров Орденов Святого Георгия и славы. Кирилл Грапиняк, Павел Третьяков, ТВ21+.